У нас основная проблема, какую сумочку сегодня надеть, или маленькую, или большую, или чего там туда положить. Выбирайте классику. Есть четыре, ну, здесь показано три, но вот четвертый вариант опять на пике популярности. Сочетание черного и красного. Это же всегда было, всегда есть и будет, но иногда уходит немножко в тени, считается, ой, ну черный-красный уже как бы надоел. И мы несколько сезонов его не наблюдали на модных показах. Но сейчас красный с черным сочетанием опять возвращается, опять в моде используйте, ну, это классика, это как тот же жемчуг. Черные цвета сумок, ну, понятное дело, мы все чаще всего используем черные сумки, черный много. Светлобежевые цвета, они точно так же будут сочетаться, несмотря на то, как вы у вас каждую руку. У вас платье фуксии, вы можете использовать вот этот, вот этот, вот эти все цвета. Натуральные оттенки, ну, то есть здесь основной посыл натуральные оттенки. И вот классический рыжий цвет, он тоже всегда будет в моде. То есть имея четыре вот этих цвета, вы можете их между собой комбинировать, но нужно иметь у себя в гардеробе 15-18 сумок. Главное правило сумки, чтобы она была плотно закрыта. Хорошая плотная сумка. Она может, не обязательно должна быть кожаная. Кто-то защищает животных, и это правильно. И сейчас уже вышло из моды, что сумка хорошая, только кожаная. Ну, сейчас очень много материалов, которые не уступают коже по своей прочей стирологии личности, и они выглядят порой даже лучше, чем кожаные сумки. Ну, я никого не призываю использовать не кожаные сумки, пожалуйста, используйте то, что хотите. Главное, чтобы она хорошо держала форму, чтобы она была качественная. И в моде сейчас сумочки, вот что мы вам представляем, какой тренд, их тоже очень много. Мы вам представляем тренд, вот этот классический ретро стиль. Он беспроигрышный, когда нужно прийти на работу, сходить за ребенком в сад, встретиться с партнерами, послушать девочек, что они там рассказывают. И чтобы эта сумка, как бы, под любой стиль, выглядела уместно, да. Поэтому вот этот классический ретро стиль, он всегда будет, ну, в принципе, беспроигрышным. Здесь, видите, он показан и со шляпками, показан и с платочками, и как вечерний образ. Самое главное, сумка зимой должна быть надежная, на коротких ручках. У нас несколько сезонов подряд, но лето-весна были сумки в стиле фурла, когда не закрывается вверх, да, там, либо просто заплепка. Устали мы от них, ну, да еле, не, ну, чего ж там говорить, ну, не совсем удобно на каждый день. Она клево смотрится, модно, все, все, все прикольно. Но хочется вот этой классики, вот этой вот, когда закрыл, и не переживай, что там дождь, снег, гроза, что вот оно все цепит. Это классика, она должна быть, сумка такая должна быть. И когда у вас красивые перчатки, когда вы берете сумку с короткими ручками, и идете навстречу, и ее раскрываете, и там ничего не посыпалось, не намокло. Это прекрасно, и главное, чтобы сумка не имела посторонних запахов. Это самое главное, покупаем сумку, если она очень невкусно пахнет. И мы думаем, да ладно, сейчас пока дойду она выветрится. А люди идут, думают, господи, боже мой, это что? Даже кожаные сумки пахнут неприятно, клей или еще что-то, да? Выветривайте сумки, и затем идите навстречу. Если она у вас только новая, еще не выветрилась, не распрямилась ей залома, доставьте вы ее, господи, пусть она у вас придет в свою норму. И потом вы ее возьмете. Потому что сумка, это тоже для женщины очень важно. Если у вас где-то потрескались ручки, все, не надо ее брать, не надо. Вам кажется, ой, да там не видно, человек сразу же обращает внимание и говорит, о, нет, спасибо. Если женщина ходит с такой сумкой, о чем с ней можно говорить, да? Ну, вы понимаете. Сейчас мы просто...